В Ульяновск В Ульяновск В Ульяновск В Ульяновск В Ульяновск В Ульяновск 1 октября Переселено 2375 человек Третья года 35 тысяч квадратных метров Расселено Нам осталось завершить переселения 22 аварийных жилых домов, это 255 человек. Но и в этих случаях заключены контракты. Оформлена и вся необходимая документация по переселению. Какая безжалостная статистика по отношению к аргументам товарища Курина. Впрочем, он апеллирует к тому, что, дескать, в программу, на которую ссылаются чиновники, не включены сотни домов. Якобы план, создававшийся в 2012 году, неполный. Вот только выделение средств на другие дома, то есть на обновление плана, зависит от федерального финансирования или софинансирования. Ваш раунд, товарищ Куриный. Попытка что-то переложить ответственность. Сегодня есть конкретные вопросы, есть конкретные дома. И эти люди живут годами в ожидании того, что их переселят. Их не переселяют. Сегодня, подождите, сейчас мы определили, что появился некий проект программы, о которой пока никто не знает, он еще не опубликован. Хорошо, что он есть, но он подготовлен в недрах областного правительства. Вот она, классика политической демагогии. Обвинять оппонентов в перекладывании ответственности, зная, что это лично ты в действительности ответственен за политическое решение проблемы. Но когда приходит время действительно делать дела, тебя и представителей твоей фракции не найти. Коллеги, пожалуйста, мы всегда рассылку делаем, приглашаем. От вас, к сожалению, в пятницу никого не было. И еще раз говорю, были депутаты от Единой России, были от ЛДПР, но от вас никого. Как это расценивать? Не хотите? Или вот отдельно свое? Ну давайте каждый день будем собирать вот и отчеты вот эти вот рассматривать. Проблемы у жителей действительно есть. Вот только кто в них виноват? Областное правительство? Или такие, как товарищ Куриный, которые не сделали пока ничего, зависящего от них для решения проблемы, которые перекладывают ответственность на обыкновенных, по сути, исполнителей, в лице областной администрации? Подсказка для тех, кто не знает, как работает государственная власть. Бюджет планирует законодательный ветв власти, а не исполнительная. То есть условные Куриные, а не условные Вавилины. Можно ли вообще ставить вопрос о реновации жилья именно в Ульяновской области? Нет. Уже потому, что именно в нашем регионе переселение начали проводить пилотно, практически первыми в стране. Данная программа, она началась реализацией с 2010 года. И Ульяновская область стала пилотным вообще регионом, которая начала программу реновации жилья. Москва вот только сейчас начала. А Ульяновская область занималась с 2010 года. И только благодаря губернатору Сергею Ивановичу Морозову в свое время начат этот пилот. И я могу перечислить, я их на память знаю, не просто не для красного словца занималась сама эта тема, я очень предметна. На сегодняшний день 8 площадок уже реализовано. Это более 500 тысяч квадратных метров жилья. А предстоит переселить и реализовать более 14 площадок на территории города Ульяновска. В сухом остатке серьезная государственная проблема, которую в нашем регионе успешно и давно решают. Есть люди, которым действительно помогают. Двум тысячам, по крайней мере, вот в такой же ситуации уже помогли. И остальным помогут. И есть депутат Куриный, который снова пришел к нам, чтобы сказать, что мы неправильно живем. Зачем? Для набора политических очков же и использования попавших в трудную жизненную ситуацию людей. Помог он решить вам проблему? Вряд ли. Скорее, сделал на вашей беде собственное имя в очередной раз, начавший в преддверии политического сезона вести свою излюбленную игру из выдуманных проблем, скандалов, провокаций, уловок. Если вот так вот буквально кавалерийским наскокам приходить, то такой и результат, собственно говоря. У нас кропотливая работа. Мы все лето занимались. И комитет проводили, и рабочие встречи проводили. И те депутаты, кому интересно, и кто защищает интересы своих избирателей, они максимально отработали. Поэтому я считаю, что нужно работать больше в комитетах и, соответственно, представлять Ульяновскую область в Госдуме, для того, чтобы мы получили софинансирование из федерального бюджета. От этого будет много зависеть. А проблема аварийного жилья, она по всей стране. Кавалеристу Куриному не нужен результат. Ему нужны политические очки. Впрочем, возможно, он поймет, зачем в действительности его избрали наши сограждане. И начнет таки защищать интересы регионов Госдуми. И на словах, а на деле. Субтитры создавал DimaTorzok